Парень работа стоящая Не пойти ли тебе? Сто золотых в месяц. Ну, наш Тонда сейчас же собрался, пошёл и нанялся. Целый месяц никуда не ходил, не ездил, кормил пару коней. Первый месяц кончился, и он думает. Что ж, сто золотых получил, пойду-ка в трактир пива выпить. Только пришёл, за ним сейчас же прибегает служанка. Беги, дескать, скорее домой, повезёшь барина на прогулку. Что, говорит, целый месяц дома просидел, а как только захотел кружку пива выпить, вези барина. Однако пошёл домой. Барин приказывает ему запрягать. Покатили они через зелёный луг. Приезжают к морю. Барин слез, хлестнул по воде прутиком. Вода сейчас же раступилась. Получилась в море сухая тропинка. И они пошли по ней, идут хоть бы что. Шли, шли, вдруг Тонда заупрямился. Не пойду, дескать, дальше. И повернул обратно. Но позади них опять было море. Так что, хочешь не хочешь, пришлось идти дальше. Барин привёл его к чёрному замку. И приставил к стене лесенку. Лезь, Тонда, в то окно. Там куча денег. Сбрасывай их мне. Тонда влез в окно. И вдруг окно начинает сжиматься. Делается всё уже и уже. А барин снизу кричит. Тонда, кидай! А как мне кидать? Вот окно разойдётся, станет таким же, как было, когда я залез. Тогда и буду кидать. А окно вдруг и вовсе сошлось. Закрылось. И даже щёлочки не осталось. Остался наш Тонда, как в мешке. Темно, точно в погребе. Вдруг раздался страшный грохот. Подкатилась ему под ноги чёрная бочка. И стало светло, как на пожаре. Бочка рассыпалась, и из неё выскочил какой-то пан. Весь чёрный, будто в саже искупался. «Что ты здесь ищешь, Тонда?» Закричал он. А голос у него будто из-под земли доносится. Тонда трясётся, как студень. «Я, барин, ни крейцера не выбросил». А тот опять. «Что ты здесь делаешь?» «Я, барин, ни крейцера не выбросил». «Что ты здесь делаешь?» «Я, барин, ни крейцера не выбросил». «Ну, раз ты ни крейцера не выбросил, пойди пригляди. Сколько твой хозяин работников загубил? Их тут было девяносто девять. Погляди на них, а ты был бы сотый, если бы хоть к грошу притронулся. Но раз ты его не послушал и ничего не взял, можешь остаться у меня работать. Будешь получать сто золотых в месяц. А тамошний месяц был наш год. А еде, питье Тонде заботиться не приходилось. Всегда всё готовенькое на столе стояло. Поправился Тонда за этот год, стал круглый, как пончик. Отслужил первый месяц. Тут чёрный пан говорит ему. Тонда, я на месяц отлучусь. Оставайся здесь. Будешь ходить за парой коней и козой. Смотри, чтобы всё было в порядке. Проходит месяц. Вдруг опять пошёл страшный грохот по всему замку. Подкатывается чёрная бочка. Обручи лопаются. Появляется чёрный пан. Ну, у тебя здесь всё в порядке. Это мне нравится. А как ты живёшь? Да как, мне скучно. И чего бы тебе хотелось? Карты. Время коротать. Что одному с картами делать? Не выиграешь, не проиграешь. Ну, да вот тебе карты. Через месяц пан приходит пешком. Всё осматривает. Вижу, Тонда, что у тебя всё в порядке. Люблю за это. А ты как поживаешь? Да мне бы что-нибудь весёлое, чтобы время коротать. А что? Жену. Хм, жену? Вот послушай. Пойдёшь на один день вон на тот пруд. Там ракитовые кусты. Залезь в куст и сиди. Прилетят купаться три лебёдки. Которая опоздает, то поймай и вырви у неё из-под крыла три пёрышка. Она будет бегать за тобой клянчить, но ты ни за что их не отдавай. Прилетели лебеди, поплескались волею и улетели. Но одна лебёдка испугалась, замешкалась. Тонда схватил её, вырвал из-под крыла три пёрышка. В тот же миг превратилась она в прекрасную принцессу. И просит, и молит его, отдай, зачем ты это сделал? Но Тонда и разговаривать не стал. Пошёл своей дорогой. А та прибежала следом за ним к чёрному пану. Вот видишь, Тонда, теперь у тебя есть жена. Больше не будет у тебя на столе появляться несваренная еда. Теперь тебе будет хозяйка готовить. Хозяин запер пёрышки в старый сундук в седьмой комнате. Ключ отдал Тонде, а сам опять уехал. Тонда стал целоваться с принцессой. И ему это очень понравилось. Играли они вдвоём в карты, и всё время придумывали всякие развлечения. Ни одно, так другое. Через месяц пан возвращается. Весь побелел, только на шее осталось два чёрных пятнышка. Как живёшь? Хорошо, хозяин. Только по родителям соскучился. Охота с ними повидаться. Ой, не делай этого, станешь несчастным. Всё равно пойду, они уже старые. Я обещал вспомнить их хоть грошиком. А теперь сколько времени прошло. А я им ни разу ничего не посылал. Ну, ждёт там тебя несчастье. Но Тонда стоял на своём. И пандал ему ключ. На, возьми ключ. Бери коней и поезжай. Козу оставь здесь, я с ней побуду. Тонда поехал домой. Приехал, вышел на барский луг, воткнул ключ в землю и повернул его влево. Сейчас же на этом месте появился чёрный замок. Такой же, как и тот. Тонда поставил коней в конюшню и пошёл в замок. Отцов домик стоял на отшибе, прямо против этого замка. В городе в тот день был престольный праздник. Тонда говорит своей принцессе. Пойдём повидаемся с родителями. Заперли дом и пошли. Мать мешала шкубанки, батя стоял у окна. Гляди-ка, жена, говорит. Гляди, кого это к нам несёт? Какие-то господа идут сюда на храмовый праздник. Молчи, балда, кто к нам пойдёт? У самих ничего нет, и парень сколько лет где-то пропадает. Да ну тебя! Сказано, идут сюда. Тут Тонда открывает дверь, здоровается и сразу к ним. Были у вас дети? А как же! Был у нас сын. Да уж сколько лет где-то пропадает. Даже весточки ни разу не прислал. Должно быть и в живых нет. А вы его узнали бы? Как не узнать? У него слева под мышкой чёрное родимое пятно. Тонда скинул пиджак и показывает им эту примету. Мать тут же в обморок упала. Привели её в чувство, и после обеда Тонда повёл их в свой замок. Было чем похвастать. Провёл по всем палатам. Приходит к седьмой, где был старый сундук, а в нём трипёрышка. Мать говорит, А сюда почему не пускаешь? Известное дело! Разбогател и не хочешь с нами знаться. Эй, да там ничего нет! Вижу, вижу, что с нами не хочешь знаться. Пришлось отпереть. А что у тебя в этом сундуке? Что? Ничего у меня там нету? Ну да, просто не хочешь с нами знаться. Тонда не утерпел, отпёр сундук, лебедь сейчас же схватила свои пёрышки и улетела. А у Тонды ничего не осталось. Сидит на зелёном лугу и горько плачет. Когда выплакался, пошёл пешком обратно к морю. В чёрный замок. Хозяин спрашивает. Ну, как съездил? Эх, барин, плохо. Жена у меня пропала, не знаю, куда девалась. Вот видишь, говорил я тебе, я тоже не знаю. Остаётся одно. Спроси нашу козу. Может, она что-то знает. Приходит заплаканный Тонда к козе. Коза спрашивает. Что с тобой? Ах, не знаешь ли, чего о моей хозяйке? Улетела, и неизвестно, где её искать. Да она, милый золотой, за триста миль отсюда. Отпросись у хозяина на три дня. Поедем за ней. Тонда говорит чёрному. Тот стал чесать затылок. За три дня не справишься. Где там? На это дело потребуется тебе не меньше девяти дней. Вот сел Тонда на козу и поехал. Коза шаг шагнёт, сразу миля. Примчались в какой-то городишко. Там пруд возле пруда корчма. А вдова Шинкарка была ведьма. Как увидела Тонду, сразу решила сбыть ему свою дочь Амальку. А в этом пруду каждый вечер купались те три лебёдки. И Тонда тот час понял, что приехал куда надо. Вечером пошёл на пруд подстерегать их. Амалька с ним. Показать ему место. А Шинкарка дала ей два яблока. На, будешь есть, когда придёте на запруду. А второе яблоко дашь этому невеже. Посмотришь, что будет. Ладно, приходят на запруду. Девчонка принимается за яблоко. Ммм, какое душистое яблочко! Дай им не отведать. На, вот тебе целое! Тонда съел яблоко и тот час заснул, как убитый. Тут прилетают три лебёдки. Одна только окунулась и сейчас же к нему. Будет его, трясёт, а Тонда всё спит. Вынимает она из кармана белый вышитый платочек и говорит Амальке. Если он пришёл сюда выспаться, то скажите ему, чтобы в другой раз оставался дома и меня не огорчал. Как только Тонда проснулся, Амалька сейчас ему всё рассказала. У Тонды слёзы из глаз брызнули и он и обещал себе быть умнее. На следующий вечер опять собрался на пруд подстерегать лебедей. Тут шимкарка дала дочери две груши. Как придёте на запруду, дай ему одну. Алька проводила его, сели вместе у пруда. Она начинает грызть грушу «Какие хорошие груши! Дай мне отведать! На, возьми себе целую!» Тонда съел грушу и опять заснул, как пень. Прилетели три лебёдки, а он спит, хоть дрова на нём кали. Одна лебёдка только ноги ополоснула и сейчас же к нему. Будет его, щекочет, чего только не делает. Тонда и не пошевельнётся. Тогда она снимает своего пальца кольцо, надевает ему и говорит «Если он ходит сюда только поспать, то скажите ему, пусть лучше остаётся дома и не причиняет мне огорчений». Лебеди поднялись в воздух и улетели. Когда Тонда проснулся, Амалька всё ему рассказала. Тонда и говорит «Но всё равно, теперь буду умнее». На третий день шункарка дала дочери два букета и сказала «Ты к ним не наклоняйся, отдай ему, пусть понюхает». Амалька опять проводила его к пруду. Уселись на берегу. Она положила эти букетики на колени и всё поигрывает ими. Тонда говорит «Какие красивые букеты! Что это за цветы? На, понюхай!» Тонда понюхал, сейчас же свалился и заснул. И спит так крепко, будто сто лет не спал. Прилетели лебеди, сели в камышах у омута. Одна лебёдка только лапки чуть-чуть смочила и летит к нему. Будет его, бьёт крыльями, клюёт, но всё напрасно, Тонда не просыпается. Тогда она пристегнула к его поясу шпагу с королевским именем и фамилией и говорит «Барышня, передайте ему! Если хотел выспаться, оставался бы дома, а меня он больше не увидит». Все лебёдки поднялись в воздух, взвели за облака и исчезли. Тонда проснулся, протирает глаза. А Малька тот час ему всё рассказала. Он голову повесил. Плачет, как маленький ребёнок. Вдруг слышит, в хлеву коза блеет «Ме-ме-ме!» «Видишь, говорила я тебе, что про меня не забывал! Теперь они ещё на триста миль дальше улетели. Тонда всё бросил, в корчму даже и не зашёл, помчался дальше. Что не прыжок, то миля. Приехал в замок этой принцессы. Она уже расколдована, вернулась к своим родителям, объявила, что будет бросать из верхнего окна кольцо. Кто поймает это кольцо на шпагу, тот будет её мужем. Коза и говорит «Тонда, как поймаешь кольцо, кинь его ей обратно и уезжай прочь. Больше ни на что внимания не обращай». Рыцаре туда съехалась тьма. «Всякому хочется её заполучить. Но кому она не бросит, у всех кольцо только звякает о шпагу, а поймать ни один не поймал. Вот является ещё один рыцарь, последний. Это был наш Тонда. Коза дала ему вороного коня, чёрный камзол, а серебряные доспехи так и блестят на солнце. Принцесса бросила кольцо. Тонда сразу поймал, но тут же кинул его обратно. Повернул коня, и был таков. Тут все загалдели, что чужеземный рыцарь пренебрёг принцессой, а ей-то как досадно было. Объявила, что завтра снова будет бросать кольцо. Тонда нарядился ещё лучше, весь в алмазах. Когда всем рыцарям пришлось с позором отъехать в сторону, последним подъезжает он. Опять поймал кольцо, но бросил его обратно и ускакал. Все хлопают в ладоши и говорят, что этот неведомый рыцарь не больно-то за принцессой гонится. На третий день коза привела ему белого коня, дала белый камзол весь в золоте. Всем уже не терпелось увидеть, чем это дело кончится. Тонда опять бросил кольцо обратно и поворачивает коня, чтобы сразу ускакать. А принцесса приказала страже стрелять по нём, не убить, а только пятку легонько ранить. Тонда глядит, ворота высокие, коню не перепрыгнуть, но всё же поскакал. И тут прострелили ему задник сапога. Однако уехал. Дома коза замазала ему рану и нога зажила. Опять улизнул от принцессы. Тогда она даёт приказ. Все, у кого квартируют чужеземцы, должны заявить королю. Сейчас же притащился старый шинкарь. У меня, мол, ночует какой-то пан и коза с ним. Она сейчас же запрягла карету четверней, поехала за ним и забрала его в свой замок. Тут перестали недруг перед дружкой петушиться и сейчас же стали готовиться к свадьбе. Потом поехали в чёрный замок, а замок-то уж переменился. Стал красивый, и чёрный пан поженил их во второй раз. Но с Тонды взял слово, что тот срубит головы и ему, и козе. Принёс меч, Тонда срубил обоим головы и упало с них заклятие. Чёрный пан был король, а коза – королева. Веселья и радости было столько, но никто такого не упомнит. Тонды не вернули, не вернули, но все и не вернули. И это написан в шоссе. отрыв нё нё не вернули. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...